А, вы уже здесь? Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. И, наконец-таки, подошёл. Подошёл очередной, уже десятый, видеоурок о том, где скачать, как установить и как пользоваться программой в Bandicam. Как все знают, программа Bandicam служит для записи видео с рабочего стола и для записи видео в игровом режиме. Ну что же, давайте сразу же приступим. Собственно, прошлый видеоурок у меня был о том, как же настроить звук в Bandicam, чтобы звук записывался. И я, кстати, хочу заранее сделать одно отступление, ребята. Я показал не все способы, как исправить проблемы со звуком в Bandicam. Так что, те, кому не помогли мои прошлые способы, здесь есть один такой очень эффективный способ. Он вам точно должен помочь. Так что, смотрите это видео до конца. Итак, для начала, где скачать Bandicam? Значит, сразу даю вам хорошую новость. Ребята, этот Bandicam без кряков. То есть, вы не должны его ни крякать, ничего. Вы просто должны его установить. Итак, скачать вы его сможете с Яндекс.Диска. Ссылка будет в описании, внизу под этим видео, в описании. Вы в описании найдете эту ссылку, перейдете сюда, на Яндекс.Диск, на мой, и скачаете Bandicam. Рыбак, байк-ролик, собственно, без вирусов. Если рыбак вам поможет, и все будет хорошо, то вы поставьте обязательно лайк вот здесь. Итак, собственно, что я хочу сказать. Так, когда вы скачаете в архиве zip, разархивируйте, тут все у нас легко будет. Где у него есть там Bandicam? Вот, нажимаете на установщик. Потом, вот у вас распаковка идет, ребята. Итак, язык русский, само собой. Нажимаете Далее. Так. Извинять, настройки, поиск, выставить. Hi, Ru, домашняя страница. Нет, здесь вы галочку убираете. Так, дальше Далее. Ярлык на рабочем столе. Это вы ставите. Ярлык на не пуск, это вы ставите. Вести сайт автора, это вы не ставите. Но можете по желанию поставить. Пожалуйста, выберите версию. Вы ставьте кружочек вот здесь. Где написано установочное. Итак, потом нажимаете Далее. Выбирайте путь, когда вы будете устанавливать. То есть, иными словами, директорию. И нажимаете Установить. Но я этого делать не буду, потому что я уже ее установил. Разумеется. Смысл ли тогда ее второй раз устанавливать? Итак, собственно, нажимаем. Я нажму Отмена. И вы ничего не крякаете. Просто запускайте Бандикам. У вас он уже будет крякнут. Потому что это версия 2017 года уже. Итак, собственно, заходим в сам Бандикам. И уже непосредственно разбираемся с самими настройками. Итак, начнем с верхних поднастройок. Значит, это геймпад или джойстик. Как вы хотите его можете называть. Это у нас обозначает игровой режим. Запись игр в видеоплеерах, использующих DirectX. Как раз таки DirectX использует видеокарты. Именно видеокарты используют DirectX. Собственно, DirectX, игровой режим, позволяет вам записывать игры. Итак, экранный режим. С помощью экранного режима, если вы его включите, то вы будете записывать рабочий стол. Вот. Собственно, как это все выглядит. Далее. Далее. Тут вы можете настроить разрешение. Это в зависимости от вашего монитора, какое разрешение у вас поддерживается. То есть ставите. Но желательно ставить максимальное разрешение. Так качество будет лучше. Итак, потом HDMI. Это у нас веб-камера. Те, у кого есть веб-камера, те нажимают сюда. Но у меня веб-камеры сейчас нету. Это сейчас я свое ресурс записываю с помощью камеры телефона. Это не веб-камера. А те, у кого есть веб-камера, нажимайте устройство. То есть какая у вас веб-камера. Потом нажимайте формат. То есть какой у вас формат веб-камеры. Тут настройки есть. Но у меня они, наверное, работать не будут. Потому что у меня веб-камеры самой нету. Так. Deinterlacing. Это вы ничего не нажимаете. Нажимаете ОК. У вас будет веб-камера. Веб-камеры вы можете записывать как рабочий стол, так и в играх. То есть в игровом режиме. Так. Далее. Далее. Открыть папку вывода. Эта папка отвечает за то, что вы, нажав на нее, откройте место, где у вас будут сохранены добавленные видео. То есть не добавленные видео, а записанные видео с помощью бандикама. Дальше. Ну, эта кнопочка отвечает за старт. То есть вы можете старт нажать, но это доступно только в оконном режиме, то есть в режиме рабочего стола. Вы нажимаете Ситуал, у вас начинается запись. Или же у вас может отвечать кнопка на клавиатуре за запись. То есть это мы сейчас рассмотрим подробно. Так. Собственно, далее. Далее. Основные. Начнем по порядку. Итак, папка вывода. Здесь вы можете выбрать путь, куда у вас будут сохраняться записанные вами видео в бандикаме. То есть, ну, меня это устраивает. Вы выбираете там свой путь, какой вам удобнее. То нажимаете Открыть. И, собственно, вот. Это место, где у вас сохранены записанные видео. Собственно, как и вот здесь. Это то же самое абсолютно. Так. Бандикам всегда поверх других окон. Запускать бандикам свернутым в треи. Запускать бандикам вместе с линдовс. Это все вы настраиваете по желанию. Это никак не влияет на саму запись и на производительность записи. Так что это по желанию. Хотите ставьте, хотите не ставьте. Но лучше, конечно, оставить так. Итак, далее. Далее, пока мы не трогаем расширенные. Автостарт записи. Здесь, ребята, я вам хочу сказать так. Вообще лучше ничего не трогайте. Автостарт это, конечно, такая полезная штука. Если вы на нее нажмете. Так. То у вас при запуске программы бандикам. Уже автоматически будет записываться видео. Это лучше не ставить. Не ставить. И далее. Установить таймер для автостарта записи. Это такая штука. Сейчас я вам объясню. Это по желанию. Допустим, ставите начало записи через 30 секунд. То есть вы поставили 30 секунд. Нажали, допустим, на F10. Или какая-то у вас кнопка отвечает за старт записи. И когда пройдет 30 секунд, то тогда у вас начнется запись. То есть за это время вы успеете подготовиться за кадром. Допустим, пойти, как у меня, допустим, за дверь. Пойдет 30 секунд. Начнется видео. И вы выйдете. То есть не будет видео видно, как вы выходили за дверь. Будет видно только, как вы входили. Вот так получается у нас. Ну это все. На самом деле, ребята, это все не надо. И ставите тут автозавершение записи без автозавершения. То есть чтобы у вас не было ограничения в записи. То есть у вас, получается, будут ограничения только по размеру. То есть если у вас будет размер уже более того размера, сколько у вас находится на диске. Например, если вы запишите больше 133 гигабайт, как у меня на диске C. То у вас видео прекратится само собой. Потому что закончится память. Логично. Но чтобы она сама завершала программу, сама завершала запись. Это ставить не нужно. Так, далее. Далее у нас идет расширенный. Нажимаем на расширенный. Итак, сначала нажимаем на основные. Вкладочку основные. Итак, ну это мы уже рассмотрели. Bandicam всегда поверх других окон. Это все, как я уже сказал, по желанию. Так, запускать Bandicam вместе с Windows это лучше не надо. Потому что это нагрузка, и у вас будет Windows дольше запускаться. Лучше отключить. Автостарт записи полного экрана после запуска нет. Это мы ничего не ставим. Дальше вывод. Папку вывода я уже вам показал. Это та папка, вы выбираете, в которой у вас будут записаны, то есть, где у вас будут находиться видео, которое вы записали, собственно говоря. Так, это все мы не трогаем. Разрешить кэширование записи на диск, создать субпапку для сохранения файла. Это мы все не трогаем. Это нам не нужно. Это имя цели, дата, время, это все нам не нужно. Это вообще никак не влияет. Тут вы ставите все форматы. То есть, допустим, если у вас видеокарта поддерживает там DX11, то у вас будет DX11 записываться. Лучше тут поставить все форматы, чтобы не было потом косяков во время просмотра записанного видео. Лучше поставить все форматы. Потому что, допустим, вы поставите DX12, а уберете все галочки со всех остальных, то у вас, допустим, DX12 видеокарта не поддерживает. А вы все убрали, и у вас, получается, видео не записалось. Так что лучше поставьте все. Так что такие вот дела. Отключить DX1011 перехват в IE9. Это вообще лучше не трогать. То есть, галочки стоят, пусть они стоят. Тут лучше ничего не трогать. Так, далее. Язык. Ну, язык, само собой, русский. Но если вдруг меня смотрят зарубежные пользователи, то есть англичане, французы, немцы, то ставьте свой язык. Хотя сейчас, наверное, они меня не поймут. Если, конечно, они русский язык не знают. Ну, собственно, не важно. Ладно, все, нажимаем прочее. Тут у нас идет самое главное. Самое главное. Настройки записи для видео. Нажимаем сюда. Сюда. Звук. Итак, звук мы пока не трогаем. Пока мы его не трогаем. Мы к нему скоро вернемся. Веб-камера. Опять же, если она у вас есть, то вы смотрите. Если же у вас веб-камеры нет, то вы немножко перемотайте вперед данное видео. Чтобы не задерживать, как говорится, ваше время. Чтобы я его не задерживал. Параллельно сохранять видео с веб-камерой. Это лучше по желанию. Хотите ставить, хотите ставьте, хотите не ставьте. Далее. Далее. Выбирайте свою веб-камеру. Потом выбирайте формат вашей веб-камеры. Выбирайте наложение. То есть размер. Какой у вас будет размер веб-камеры. Но лучше делать не такой огромный. Чтобы видно было и видео, которое вы записываете, и вас. То есть вот так вот. Потом ставите позицию. То есть сделано у вас будет либо слева, либо справа, либо посредине. Лучше, конечно, ставить либо слева вверху, либо справа вверху. Это лучший способ. Итак, дальше мы ничего не трогаем. Переходим в логотип. Логотип также по желанию. То есть вы делаете, допустим, в какой-то программе логотип. Потом нажимаете на путь, где у вас сохранен логотип. И когда вы будете записывать видео, то у вас будет стоять логотип. Прозрачности. Лучше ставить 10%, потому что если вы поставите 100%, то у вас вообще логотип практически не будет виден. Так что лучше ставить 10%. Потом позиция. Опять же выбирайте позицию. То есть слева, справа, там вверху, внизу. Но опять же выбирайте позицию так, чтобы позиция не совпала с позицией веб-камере. То есть чтобы у вас логотип не был наложен на веб-камеру, иначе у вас просто не будет вид. Итак, далее. Эффекты. Тут мы вообще ничего не трогаем. Эти эффекты, они никак не влияют на производительность записи для видео. Если хотите, можете сами поэкспериментировать. Но это необязательные настройки, они только будут занимать время. Так, приоритет записи. Тут мы ничего не трогаем. Вас будет стоять выше среднего. Вы тут ничего не меняете. Пропускать запись в моментах, когда кадр не обновляется. Это для игрового режима, это лучше поставьте. Иначе, чтобы у вас было как бы плавнее видео шло, и у вас так как бы не было подтормаживаний там, всего прочего. Итак, далее. Так, звук. Настройка формата для видео. Это самое главное, ребята. Это самое главное. Тут все надо расставить правильно. Формат файла. Ави. Исключительно только Ави. Потому что в MP4 у вас просто... Сейчас объясню, почему нельзя ставить MP4. Потому что многие программы для рендеринга видео, такие как Sony Vegas Pro, Camtasia Studio, Adobe Premiere, могут просто этот формат не распознать. И вы только зря запишите видео и не сможете обработать видео в Sony Vegas или в Adobe Premiere, в Camtasia, не важно где. Так что лучше ставить Ави. Дальше. Размер. Размер лучше ставить 1280-720. Это приемлемый размер для YouTube. Если уже у вас компьютер послабее, то лучше ставьте размер там... Ну, в общем, с черными полосами по бокам. Это 800 на 600. Это 640 на 480. Дальше. Соотношение сторон. Тут лучше ставить 16 на 9. Это такое более приемлемое соотношение сторон. Опять же, если у вас слабый компьютер, то лучше ставить 4 на 3. Так. Да, 4 на 3 или же... Тут мы ничего не трогаем. То есть, если вы... Лучше вообще в эти настройки не заходите. Как стоит 16 на 9, пусто так и стоит. Дальше FPS. 60. Самая приемлемая частота. 60 FPS. Если у вас слабый компьютер, то ставите 30. У меня средний компьютер, я ставлю 60. Кодек. Тут самое главное. Кодек выбирайте исключительно только Motion JPEG. Все остальные кодеки могут просто не распознаться программой для рендеринга видео. Опять же. Поэтому вы можете зря записать видео. Поэтому выбираем исключительно только Motion JPEG. Да, в Motion JPEG записывают видео с огромными размерами. Но зато качество приемлемое и, в принципе, нормально. Так что записывайте в Motion JPEG. Качество. Если у вас мощный компьютер, то ставите 100% и не заморачивайтесь. Если у вас слабый компьютер, то ставите где-то 50, 60, 70. Собственно, это поможет. Теперь самое главное, ребята. Вот самое главное, что я не сказал тогда, когда записывал предыдущий видео урок о том, как настроить звук в понятикам, чтобы видео записывалось со звуком. То есть, кодек. У вас будет стоять MPJK 1 и L2. Вы ставите, вы его не ставите. Вы ставите PCM. Именно когда я поставил этот кодек, у меня стал записываться звук в игре даже без Windows 7 Sound Wasabi. Даже без него. То есть, с помощью моих колонок. Сейчас я об этом расскажу. Так что выбирайте обязательно PCM. Обязательно. Это самое главное. Запомните это. Дальше. Сохранять исходный формат. Это вы не трогайте. Каналы. Если вы записываете с наушников или с какой-то одной колонки, то ставите формат Mono. Если же вы записываете с двух колонок, по бокам, которые у вас у компьютера стоят, с двух и более колонок, то ставите стерео. Частота. Частоту ставите 48000. Если у вас какое-то такое слабое устройство для вывода звука, то лучше ставить 44100. Итак, вот самое главное. Потом нажимаете ОК. И вот только теперь, ребята, мы переходим с вами в настройки звука. Запись звука. Так. Здесь лучше поставить. Параллельно сохранять внеджатые звуковые файлы в ВАУ. Лучше поставить галочку. Потому что, допустим, если у вас не записался звук видео, то он у вас, по идее, должен записаться отдельно. То есть, отдельно аудиодорожка должна записаться. А потом вы ее, при желании, можете склеить, то есть, сопоставить с видеодорожкой в какой-то программе для рендеринга видео. Далее. Звуковое устройство. Основное. В основном устройстве вы ставите свои динамики, свои колонки, с помощью которых вы будете записывать звук. Либо скайпа, либо рабочего стола, либо звук в игре. То есть, вы ставите эти колонки. Даже если у вас нет винт 7 в самом фасапе, вы ставите свои динамики. Если вы записываетесь с наушников, то ставите звук наушники. То есть, это уже получается у нас... Ну, конечно, ставите свои наушники. Смотрите их названия, как они называются, и ставите их вот здесь. Они у вас должны быть высвечены, разумеется, если вы их включили. Итак, тут пока что ничего настраивать не надо. Хотя, конечно, стоит кое-что поднастроить. Итак, дополнительное устройство. В дополнительном устройстве вы ставите то, с чего вы записываете свой голос. Это либо же микрофон в наушниках, как вот у меня, вот этот вот микрофон в наушниках. Либо же микрофон отдельный такой, специальный микрофон. Такой отдельный. То есть, ставите устройство, с которого вы записываете... То есть, где у вас есть микрофон. Ставите вот так. Опять же, в этом микрофоне могут наблюдаться шипения. Но я, ребята, отдельно сделаю видеоурок о том, как убрать шипение. Потому что это уже у нас как настроить бандикам для записи видео. А это уже, как говорится, немножко другая уже тема. Поэтому я в другом видео это сделаю. Но обязательно я это сделаю. Убрать шипение в микрофоне. Я знаю один такой офигенный способ, я его нашел в интернете. Этот способ офигенно вообще работает, на самом деле, почему сказать. Но это уже в другом видео. Итак, далее. То есть, вот, что вы ставите. Но я здесь ничего не ставлю, потому что у меня пока нет микрофона. Поэтому я тут ничего не ставлю. Потому что я записываю с камеры телефона свой голос. В общем-то, вот, самое-самое главное. Надеюсь, вы все сделаете так, как сделал я. Далее. Нажимаем ОК. Сохраняем. Настройка формата для видео. Мы уже это все настроили. Мы тут ничего не трогаем. Настройка автозавершения записи. Не автозавершать. Не автозавершать. Ставите кружочек. И нажимаете ОК. Нажимаем ОК. Далее. Переходим в FPS. FPS. Ставим позицию. Ставим клавишу. Клавишу показа и скрытие. То есть, допустим. То есть, у вас на экране FPS количество. Вы нажимаете, допустим, на F9. И у вас это FPS исчезает. Либо же какая-то другая клавиша. Но это не обязательно. Лучше это не ставить. Клавиша смены позиции. Это, допустим, у вас FPS стоит в левом верхнем углу. Вы нажимаете, допустим, на F9. И у вас FPS перемещается в правый угол. Потом вы нажимаете еще раз на F9. И у вас FPS перемещается в левый нижний угол. И вот так это, собственно, работает. Это тоже делать абсолютно не обязательно. Поэтому можете это ставить, не ставить. На ваш взгляд. Дальше. Показать в позиции. Это лучше ставить. То есть, если вы галочку уберете, то у вас FPS не будет виден. И вы не поймете, записывается ли у вас видео или нет. Это для того, чтобы было видно количество FPS и как оно у вас записывается. Собственно, все знают, что зеленый, зеленого цвета FPS это у нас до записи. А когда вы нажимаете на кнопочку записи, у вас становится он красным. Когда цифры записи становятся красными, это значит, что запись у вас уже началась и она уже идет. Итак, далее. Клавиша ограничения. Здесь вы ничего не ставите. Ничего не ставите, собственно. Ограничитель в числе. Нет. Здесь вы не ставите это. То есть, допустим, вы будете записывать видео и у вас, допустим, если видео идет, допустим, даже в 8-90 FPS, а вы поставили ограничение всего лишь в 60, то у вас видео будет, разумеется, идти максимально только в 60 FPS. Так что лучше это не ставить, ограничитель в числе. Лучше это не ставить, лучше это убрать. далее видео старт стоп горячая клавиша это то есть эта клавиша отвечает за начало записи в бандиками то есть у меня это f10 я нажимаю на f10 и у меня начинается запись игры там или видео такие вот дела дальше пауза пауза это очень полезная функция этой функции нету по фрапсе она на есть в бандиками не то стоит f11 то есть допустим мы там где-то ошиблись или допустим вас там кто-то позвали там или вы не увлеклись и ну видео записывать дальше уже надо поэтому вы ставите на f11 эта пауза потом возвращайтесь обратно на свой рабочее место ставите нажимайте снова на f11 и у вас снова продолжается ваша запись и когда вы поставили на паузу то у вас будут цифры серого цвета запомните серого цвета это значит то что вы поставили на паузу На паузу. Показывать курсор это по желанию, то есть как у меня сейчас вот курсор виден, вот я сейчас мышкой вожу, а если вы поставите не показывать, то у вас мышка видна не будет. Эффекты щелчков мыши, это лучше не ставите, то есть допустим вы щелкаете мышкой, у вас будет какой-то там щелчок, звук какой-то такой. Добавлять видео с веб-камерой. Опять же, если у вас есть веб-камера, то вы нажимаете галочку, если у вас же ее нет, то вы не нажимаете галочку. Настройки мы уже все настроили давным-давно, формат мы уже тут настроили, еще раз посмотрите внимательно, что нужно настроить, как нужно настроить формат. далее изображение тут мы вообще ничего не трогаем это скриншоты все прочее изображение лучше не делать но если вы все-таки хотите их сделать то формат ставите jpg высокое качество так что тут лучше не вообще ничего не трогать далее обзор результатов это вы тут ничего не трогайте и о программе программа уже зарегистрирована то есть так что ничего крякать не нужно стараюсь еще раз и так собственно вот такая вот подробная подробное описание того как настроить бандикам для приемлемо приемлемой записи а в следующей серии у меня еще очень много идей по поводу видео уроков я наверно сделаю о том как сделать так чтобы когда вы записывали видео с вашим микрофоном чтобы ваш микрофон не шипел то есть вот что я покажу до видео затянулось но все же ребята лучше уж как говорится 7 раз отмерь один раз отрежь то есть лучше пересмотреть все внимательно и потом нормально записывать видео чем мельком пробежаться и вообще ничего не понять так что так вот так вот ребята собственно вот вот как настроить бандикам я надеюсь что так вот я надеюсь что вы все поняли вы все для себя решили как что настроить и надеюсь вам это видео понравилось пишите ваши ваши комментарии помогло ли вам это или не помогло смогли ли вы нормально настроить пишите какие у вас проблемы появились когда вы настроили я по возможности постараюсь вам ответ отвечать на этом собственно все с вами был я кирилл и мой канал кирилл ржевский подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх кому помогло ну или же пальцы вниз кому не помогло пишите ваше мнение ваши комментарии всем собственно удачи ребята всем пока увидимся уже в одиннадцатом моем видео уроке уроке